В то время как другие производители оптимизируют модельные ряды, отказываясь то от седанов, то от хэтчбеков, корейцы методично заполняют все рыночные ниши. Своего покупателя поищет теперь заряженная версия хэтчбека i20. Напомним, что модель сегмента B полгода назад перешла в третье поколение. В гамме есть атмосферник 1.2, несколько версий 1.0 турбо-тройки, мягкогибридные варианты и приспортивленное исполнение N-Line, которое можно заказать с любым двигателем. А теперь готова и полноценная N-модификация. Кстати, первый в истории Hyundai компактный ход хэтч. Под капотом у него турбомотор 1.6 с непосредственным впрыском бензина. С ним сочетается только хардкорная шестиступенчатая ручная коробка и настоящий, то есть механический самоблокирующийся дифференциал. Серьезно доработана ходовая часть, амортизаторы, пружины и стабилизаторы сделаны жестче. Тормоза производительнее. Увеличен угол развала колес, усилены передние стойки подвески и задняя балка. И даже кузов упрочен распорками, причем как спереди, так и сзади. Заявленная динамика выглядит убедительно. Проверить ее клиентам помогут лаунч-контроль, автоматические перегазовки при переключениях и телеметрия в трековом приложении. Hyundai подчеркивает, что i20N весит 1190 кг, ровно такой минимум массы установлен автомобильной федерацией FIA для раллийных машин чемпионата мира. И это неспроста, ведь вместе с гражданским хэтчбэком на рынок выходит и спортивный. Частные пилоты и команды смогут купить амалогированную машину летом следующего года. Обычный Hyundai i20N поступит европейским дилерам весной. А еще у группы Hyundai Motor новый генеральный директор. 49-летний Чон Исен заступает на место своего отца, а 82-летний Чон Монгу уходит на пенсию единственным корейцем, которого увековечил музей-автомобильный зал славы. В последний раз власть в концерне менялась 20 лет назад. Тогда на фоне корейского финансового кризиса Чон Монгу сменил своего отца, Чон Джу Йона, который, собственно, и основал Чеболь, то есть весь промышленный конгломерат Hyundai в 1946 году. Теперь автомобильной группой будет рулить его родной внук. Среди приоритетов Чон Исен упомянул роботизацию, автономное движение и водородные технологии. КОНЕЦ